всем привет с вами юля недавно я показывала вам свою новинку вот такой пушистый кустик это глонема кутлас очень классно выглядит и сегодня я хочу ее пересадить дать ей новый домик вообще когда я ее покупала в магазине я на нее посмотрела и подумала а принесу домой у нее тут много стволиков и листики есть коцанные какие-то и соответственно думала по обрезаю макушки укореню их и посажу вместе и соответственно эти пеньки надают мне еще деток и у меня будет такой дубль но придя домой я с каждым разом понимаю что вместо у меня становится для растений все меньше и меньше и поэтому я решила думаю блин ну это преступление наверное сделать с ней такое поэтому я пока решила оставить все как есть просто поменяю ей грунт обязательно сменю покупной на свой домашний потому что покупной грунт он может быть и неплохой но я не знаю его состав да и соответственно могу согрешить как говорится с поливом и испортить растения поэтому грунт я поменяю и предлагаю со мной этим заняться долго и кропотливо я очищала корешок за корешком от покупного грунта но вы это увидите уже в ускоренном варианте и что я здесь обнаружила тут получается у меня три так сказать взрослых растения но по ходу одно растение главное две детки но только уже непонятно кто из них главный кто детки но они вот все друг с другом срощены и здесь я обнаружила 4 детки вот детка номер один здесь внутри детка номер два вот здесь детка номер три его здесь детка номер четыре вот вот эти внешние детки да с ними как бы все в порядке им есть куда расти и взрослые растения их в принципе не должны заглушать но вот здесь вот есть детка которая растет в серединке между трех вот больших растений не знаю видно нет вот она ну и честно говоря смысла нет ее здесь оставлять потому что все взрослые растения они ее просто-напросто задавят не дадут ей развиваться поэтому я скорее всего сделаю вот так попробую как-то отсюда убрать вытащить вот такая малышка в целом мне кажется она здесь вообще не нужно то есть как бы ее только задавят и смысл от нее не будет а все остальное я просто посажу вот такие хорошие корни сажать буду в объем 3 3 литра на одно я положила мох также еще хочу добавить удобрения а смогут грунт кстати у меня это нейтральный торф универсальный грунт с биогумусом и перлит здесь очень хорошо развита корневая система ведь она такая огромная я сначала хотела посадить горшочек поменьше но примерила и поняла что не вариант нужен горшок побольше удобно располагаем и просто обсыпаю грунтом вот так агланема выглядит после пересадки она уже приняла душ и обсохла мне кажется очень красиво смотрится в новом домике он ей идет кстати детку я посадила в мох и поставила в тепличку я считаю что я правильно сделала что отделила ее потому что в середине они бы ее задавили вот а так потом когда нарастятся корешки можно будет ее сюда как-нибудь аккуратненько подсадить для пышности куста также еще я заодно пересадила ну точнее объединила два растения это агланем и павлин вот так смотрится здесь получается два растения я бы если честно посадила бы больше что был такой огромный пышный куст но пока у меня есть только два у меня еще есть несколько пеньков которые возможно дадут не деток ты может быть со временем можно и будет сюда подсадить и будет вообще бомбически смотреться кстати если сравнивать то здесь очень тонкий лист и видите когда не хватает влаги она их немножко так подворачивает вот когда она стоит на кухне листья лучше себя чувствует вот классные такие я сначала думала что это вредитель много раз ее травила всячески обрабатывала и кстати у нее такая вот специфическая задняя часть листа на камеру не особо видно здесь такой окрас странный что вот она у меня год и я все время думала что на ней кто-то живет вот ни на ком никто не живет а я вот насмотревшись начитавшись думала что вот эти пятна это пятна от клеща господи сколько раз я ее травила бедную вот она наверное меня ненавидит за это но вот даже новые листья прям в теплице разворачиваются именно вот с таким задним окрасом поэтому я уже считаю что это норма ну то есть как бы никто не жрет вот с этой стороны лист прекрасный с этой стороны имеются такие пятна но они и на новых листьях и на старых мне кажется все таки это окрас они вредители по что я ее 350 раз травила и все равно то же самое ну а когда она у меня стоит где-нибудь возле батареи то она берет и вот так крутит листья те листья которые выходят хороших условиях или когда она у меня стоит на кухне у меня просто влажность побольше она выдает нормальный вот если сравнивать толщину листа здесь и допустим толщину листа здесь ну вот это прям чуть ли не в два раза толще вот поэтому я думаю она не будет капризничать как вот эта красота моя но все равно мне очень нравится выглядит вот так вообще вот это крупный мир должны быть листья еще больше надеюсь вам было интересно желаю вам всего доброго и до встречи в новых видео